Приветствую вас дорогие друзья на канале Михалыч Топи Геймс. Хотел сходить в коммуну, параллельно поговорить с вами о интересных роликах, которые нашел в разных соцсетях, в принципе рекламируют Last Day везде практически. Это очень круто, новые зрители, новые игроки всегда, я думаю, появляются в нашей крутой игруле. Прямо сейчас вы можете поставить лайк, написать комментарий, это очень приветствуется. Спасибо вам огромное, не забывайте о телеграм-группе, которая есть в описании любого стрима. В принципе там проводятся розыгрыши примаков, также вот в дальнейшем стройматериалы, холодильник, это все тоже будет разыгрываться. Итак, мы залетаем сейчас в коммуну, но также просмотрим интереснейшие ролики, которые, я думаю, может быть вы где-то встречали, но там можно заметить много интересного, симпатичного и очень увлекательного. Например, в одном из роликов, который, я даже не знаю когда вышел, очень давно, это рекламный ролик, он в принципе показывает тебе, что ты там развивайся, стройся. Но если здесь присмотреться, то можно найти станки, которых до сих пор нигде не найти. Очень интересно, я думаю, что многие из вас уже заметили это все дело, ну а многие, конечно, еще даже и не присмотрелись. Например, если вы видите, тут полностью сделанный пикап, это важно. То есть у нас здесь пикапчик работает, вот такой вот станок, который, вот я стрелочкой буду показывать, вот такой вот станочек, которого я нигде не встречал, вот такой вот штанок, которого не встречал. Это вот штукенция, по-моему, в поселении что-то подобное есть, но, по-моему, тоже не встречал такой станок. Для чертежей тоже не видел. В принципе, некоторые станки, которые здесь есть, и которые здесь вы видите, а их пока нет. Ну и, естественно, наш пикап, который уже собран, все отлично, максимально симпатично, но этому ролику очень много лет, я вот нашел недавно, очень интересный, тут выживай, стройся, собак лови, белые, вон там подрега пришла, говорит, привет, очень прикольно было бы, чтобы сделали взаимодействие, там, типа, у меня там одни самки, у кого-то одни самцы, мы списались, и все, у нас щенки, это круто было бы, да? Очень круто, также я нашел один из прикольных роликов, который не могу просто пройти мимо его, это уникальнейший контент тоже, вот такой вот, правда, он на телефоне у меня был, я записал тогда вот такой вот ролидзе, как видите, строит базу деревянную, простую, нам не секрет, что у нас, в принципе, уже прямо сейчас есть такое, что волны зомби приходят и ломают нам стены, Я хотел бы обратить на вот эту вот штуку, в этом говорили 150 лет еще назад, то, что наш персонаж может быть, будет, как говорится, использовать какие-то комбо удары, активки, то есть, вот так вот сможет с ноги лупашить, я помню, об этом говорили еще лет 5 назад, и об этом мечтали, вот вы видели, это тоже была подсечка, Интересно об этом тоже хотел, бам, то есть, он добавляет какой-то урон, любым оружием, модулями или нет, но вот здесь вот такая вот штукенция, как вы видите, этот босс, когда-то был, не понимаю, почему мы в робе заключенного, наш персонаж в робе заключенного, И тут тоже тюрьма, когда-то была локация тюрьма, и там был вот этот вот босс, в принципе, вот он и сидит и читает, да, только уже не в робе заключенного, вот, то есть, ломает каменные стены, Вы все знаете, что такое стайные зомби, и с чем их едят, насколько они противные, которые приходят, ломают вам простые деревянные стены, что первое, что второго уровня, стены ломаются, Представьте себе, что может быть в будущем нам сделать вот эти все-таки активные, крутые навыки, то есть, бить с ноги, там, подсечки, всякие подкаты, интересно, Я вам так скажу, что вот эта вот штукенция, может быть и правда, что нам сделают обновленную нашу базу, на которую будут ходить и, типа, ломать даже каменные стены, Например, прибегать к громилу, ломать стены и убегать, это просто жить, как она есть, но, с другой стороны, это даже как-то более интересно и круто, А турели начнут атаковать зомби, это тоже очень важно и интересно. Что вы думаете по поводу этого? Очень-очень интересно сейчас услышать, увидеть ваше мнение, пишите в комментах, очень важно. Кстати, если хотите участвовать в розыгрыше, давайте, наверное, в описании все-таки оставлю телеграмму, участвуйте, заходите, присоединяйтесь, условия те же, подписаться на канал, Поставить лайк под видео, написать комментарий под видео с трех слов минимум, поделиться этим видео в любых соцсетях и колокольчик, уведомления все там. Ну, короче, это легко. За 30 секунд можно выполнить все условия. Очень легко. Так, дальше, у нас здесь Маркус за еду. Я воюю за еду. Очень, конечно, симпатично. Вы знаете, что с блоком Маркуса можно пройти. И коммуна достаточно интересная, но достаточно сложная. Те награды, которые здесь даются, просто отстойные по сравнению с тем, что ты тратишь здесь. Например, две банки бобов, какие-то военные ботинки. Это все понятно. Можно пройти в ближнем бою. Катаны можно все здесь пройти. Но давай начнем с того, что все-таки оно того не стоит. То есть я 100% скажу, что оно этого не стоит. Что дальше? Естественно, интересно. Тут можно найти до такой степени уникальные вещи, которые, в принципе, очень тяжело найти в игре. Например, вот те же стальные пластины. Если ты, ну, недавно играешь для тебя, стальная пластина это best of the best of the best. То есть я 100% знаю по себе, как я сталюку искал. Ну, а если ты вот такой вот красивый, симпатичный, который говорит, что типа, ради стальных пластин я здесь не буду мудохаться, то, в принципе, с Катаны эта миссия, то есть, проходится достаточно легко, но военный сет придется тебе потратить. Это 100%. Как минимум два первых задания здесь у Маркуса можно пройти. То есть это точно. Забирать можно все улучшено. За монеты тут уже в два раза больше. Я могу себе позволить, поэтому забираю. По сложности следующий отец. Но я вам скажу так, что даже с какими-то best топовыми модулями, это пройти не так уж и легко. И, ну, то есть, миротворец остается тем, что есть лучше для прохождения игры. Когда-нибудь тебе получится все сделать правильно. Короче, вот этот дедуля, если на него покликать, он просто обцарает. Вот помню наше время. Ну, то есть, короче, он не особо приятные вещи несет. Когда-нибудь тебе все получится. Короче, он там говорит, что ты там не такой, попу трогаешь рукой. Так, большие аптеки. Сказали бы, почему, Михалыч, ты хочешь сказать, что большие аптеки плохой лут. Но вы сейчас увидите, что я здесь потрачу ради этих аптек. Во-первых, мы знаем, где и когда, в какое место у нас падают вот эти вот снаряды от гранатомета. Но, разработчики дорогие, уберите время. Поднимите интерес к этой локации. Уберите время, за которое нужно пройти эту локу. Пожалуйста, дорогие и уважаемые разработчики. Я надеюсь, что вы прислушаетесь к этому. И, конечно же, сделайте идеальным, можно так сказать, коммун. Как минимум, отиса. Например, зная, куда идут зомби. То есть, зомби мы всегда знаем, куда идут. Зная, куда упадет вот этот вот заряд вот этого гранатомета. Мы можем это все пройти достаточно легко. И, в принципе, риск оправдывает себя. Да, слиться можно с большой вероятностью. Но ты хоть знаешь, что затраты, в принципе, минимальны. И если время бы не шло, то можно вот эту всю толпу собирать и, в принципе, сливать. Это очень круто. Когда-то, я помню, это прям азарт поднимало. Именно поднимало вот этот вот интерес, тот интерес, который заставлял заходить ежедневно в игру. Азарт, который просто, можно так сказать, мотивировал играть. Вот это было. Сейчас этого нет, потому что здесь появилось время, за которое нужно пройти. И, как, блин, вот на меня миномет пальнул. И сейчас, как бы, как-то вот оно все не так вообще. Это время просто портит все. Вот вы видите, бабах произошел именно сюда. Следующий взрыв будет где-то приблизительно вот сюда. Можно просто вставать, ждать пацанов вообще ребят, которые идут сюда. Но, в принципе, это последний, как говорится, зомби. Так, что здесь оружейные детали, часть сета. Ну, понятно, что оружейные детали, пускай они не самые, не самые редкие, да. Переработка оружия, там еще что-то. Блин, еще и отжираются при попадании. Представь себе, насколько, поверь. Я думаю, что, насколько бы ты крутым игроком не был, но взяв даже глок, простой глок, вот сейчас пройти вот это все очень тяжко. Очень тяжко. Представь себе, что ты с глоком практически здесь ничего не можешь делать. Поверьте, я это пробовал, я это испытывал. И просто не успеваешь слить всех с глоком. Вот эти вот высохшие трупы, которые валят просто очень большущим броней. И, в принципе, это все достаточно, достаточно тяжко, тяжело. И я думаю, что со мной многие согласны. Смотрите, СВС с винторезом практически, конечно, справляет с поставленной задачей. Но представь себе, что, вон, 25 секунд остается, а у меня еще два берсерка. И тут еще и уйти нужно. То есть, это я в кевларовой броне. 18 секунд. Не вариант, что я вообще успею сейчас. Я не затягиваю нигде. Я нигде не ошибся. И нигде ничего. Вот 10 секунд. И представь себе, что вот это вот дело... 6 секунд. Так я с топовым огнестрелом. Представь себе, чтобы у меня коллаж был не с фиолетовыми обвесами и всем остальным. Очень сложно. Очень сложно. Ну, ладно. Мы забираем. Получаем. Раньше хоть ради звезд. Сейчас вот так вот. Что, дед, ты нам скажешь? Я уже забрал, что ты здесь. Дедуля. Какой же приятный дедуля. Ладно, ребят. София достаточно тоже тяжелое испытание. Тяжелое испытание. И я вам скажу, что хотелось бы, конечно, пройти его намного проще. Не так затратнее. Я не знаю, как здесь можно не так затратнее. Раньше я помню София. И все, что здесь было. Это вот это вот сено. Здесь можно было подкинуть гранату. Это круто. Это было круто. Я тогда сюда ходил, потому что это было кайф. Да, неплохие награды. Ты просто собирал большущую толпу вот этих вот зомби. И за сено. Прятался за сеном. И кидал гранату. Зомби, естественно, взрывались все. Это было прикольно. Сейчас этого не сделать. Ну и, в принципе, я понимаю, что это не самое чистое прохождение этой локации. Но все-таки было прикольно. Так, зеленые. Давай зеленые. В принципе, есть шанс получить здесь капитанские. И улучшить их в будущем на фиолку. Но я не видел здесь фиолетовые карты. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы проходите коммуну, были ли у вас капитанские карты здесь. Вернее, меня интересуют инспекторские. Может быть, вам инспекторские фиолетовые карты. Были ли здесь и насколько часто вам это все выпадало. Я вообще уже забыл, когда я их здесь видел. Так, не так, конечно, как у Отиса затратно. Но все-таки неприятно. Неприятно очень. Неприятно с этого мы переживем, конечно же. Но все-таки есть там. Тратишь парочку калашей. Ну, я готов. Ради кайфа. Да. Жду, естественно, ярмарку. Жду, естественно, Эхо 1. Чего я жду в будущих обновах? Это кайфов, которые приносили нам ярмарские талоны. Я никогда еще не был таким довольным. Ну, как никогда. Давно уже не был таким довольным. Кто-то подписался на канал. Спасибо, дружище. Во время записи видео прям топовый пацан. Рискнуть ради четырех. Я спаситель человечества. О, да, детка. Ты спаситель. Еще пару таких спасательным на враги не надо будут. Айшай. О, зомби могут, имеют шанс избежать смертельного удара. Надеюсь. Или это просто удар, да. А не хилят. В ближнем бою добить их уже можно даже и не стараться. Только передамажить. Смотрите, какая толпа. А как мне их всех слить? Сколько оружия мне нужно здесь потратить, товарищи? Они еще и хилятся. О, да, детка, ребят. Просто жесть. Эфенскар, настало твое время. Конечно, я понимаю, что с эфенскаром я пройду это все дело. Но, на каким трудом. Живодер, который просто, я не знаю, оставляет рваные раны, кровотечение. Это прям жесть. Как она есть? Мне еще одного, конечно. Я прошел, но потратил достаточно много стрела. Требуется отразить атаку, забрать. Вот. Если у вас выпала лейтенантская, вы превращаете ее в капитанскую. То есть, естественно, я думаю, если выпадет капитанская, то можно получить инспекторскую. Это важно, интересно. Итак, ребят, вот что я получил. Я прошел все. Надеюсь, вам понравился видос. Что вы думаете по обновлению с базой? Придет ли громила, который крушит каменные стены? Будет ли он вообще ломать нам каменные стены? И будет ли теперь каменная стена с защитой от стайных зомби? Представь себе, что на тебя нападет громила в стайных зомби, а потом после этого тебя зарейдят. Если раньше тебя защищали каменные стены, то сейчас это может быть большущей угрозой. И твой лут может вынести рейдер, можно так сказать, в большом количестве. Ой, дядя, если ты хочешь что-то прибить или что-то сделать, возьми гвозди. Просто долбить в стену. Ладно, ребят, всем. У каждого, наверное, есть такой друг. Если у вас есть такой друг, который любит вот так вот его показать, что он что-то делает. Всем удачи и пока. Увидимся в следующих видео.